Чистый голос начинал с духовных песен, но вы постепенно расширили диапазон. На мой взгляд, это замечательно. Мне кажется, вы и аудиторию тем самым расширили. Но вот наш интернет-пользователь задаёт вам следующий вопрос. Маска. Вы начинали именно с духовных песен, но в последнее время всё чаще исполняете попсовые мотивы. Не отдаляетесь ли вы от первоначальной цели? Вот как вы это видите? Я говорю, на мой взгляд, это прекрасно. Расширение диапазона для творчества. Это коллектив, который постоянно ищет что-то новое. Хочется работать, расширять своё творчество. Тем более, что это довольно востребовано. А, честно говоря, именно православная музыка не так сильно востребована в нашей стране. То есть, это всё, конечно, хорошо. Можно исполнять с удовольствием эти песни, что мы и делаем. Но далеко на этом не уедешь. Естественно, мы от этого не уходим никуда. И есть до сих пор приглашения. Но мы пошли дальше, мы исполняем и народные песни, и делаем свои аранжировки разных мировых хитов. Акапельные аранжировки, не акапельные, то есть сопровождением. То есть, мы ищем, мы делаем то, что нам нравится, прежде всего. То есть, если так вот посмотреть, глянуться назад и проанализировать всё, что мы делаем. То есть, в первую очередь, мы делаем то, что нам нравится самим. А потом, если это уже нравится людям, то это замечательно. Поэтому, я думаю, что никто никаких корней не потерял. И все мы на этом выросли, все мы учились. И тема духовности, она остаётся до сих пор. Вот и мне кажется очень классно, что вы очень здорово, что вы в своём репертуаре оставили духовные песни, но пошли дальше. Тем самым расширили и зрителя, наверное, своего. Да, да, да.